Всем привет! Сегодня я расскажу рецепт приготовления овощного рагу с адыгейским сыром. Похожее блюдо также еще называется сабджи. Есть очень много вариантов сабджи. Я вам расскажу и покажу сегодня тот, который в основном готовлю я. Для его приготовления нам потребуется 2 баклажана, 1 кабачок, 1 морковка, 3 помидорки, 1 перчик, 200-300 грамм адыгейского сыра, 1 стакан сметаны, пол чайной ложки асфетиды, 1 чайную ложку имбиря, можно молотого взять, а можно взять свежего, и 1 чайная ложка куркумы. Все овощи мы будем обжаривать отдельно. Сначала мы обжарим довольно крупными кусочками баклажан и будем обжаривать на сковороде в подсолнечном масле. Баклажан можно заменить капустой, либо белокочанной, либо цветной. По вашему усмотрению, вкусу и желанию. Пока у нас жарятся баклажаны, мы нарежем наш кабачок тоже на довольно-таки крупные кусочки. Пока наши овощи жарятся, мы натрем на крупной терке морковку. Морковку мы натерли. Теперь мы нарежем перец крупными кусочками и помидорки. Наши баклажаны поджарились. Сейчас мы обжариваем кабачки. Нам осталось нарезать только адыгейский сыр. Также нарезаем довольно крупными кусочками и обжаривать мы будем его до золотистой корочки. Наши кабачки мы как следует обжарим. Поместим в емкость с баклажанами. Теперь мы обжарим морковку. Добавим помидорки, которые мы нарезали крупными кусочками. И наш болгарский перец. Все так же перемешаем. Будем жарить несколько минут до готовности. Теперь мы обжариваем сыр адыгейский с двух сторон до золотистой корочки. И снова помещаем в миску с овощами. На этой же сковороде мы обжарим смесь специй буквально 15 секунд. Теперь в эту сковороду мы высыпаем наши обжаренные овощи вместе с адыгейским сыром. Добавляем сметаны. Все аккуратно перемешиваем, чтобы овощи не поломались. Тушим 5 минут до готовности под закрытой крышкой. Наше блюдо готово. Оно получается очень вкусным. Надеюсь, вам мой рецепт понравится. И придется по вкусу. На этом я свое видео заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Всем пока. И до новых встреч.